Эрозия почвы, трещины в стенах и перспективы соседства с шумными компаниями. Жители одного из столичных микрорайонов выступают против строительства большого теннисного комплекса. Объект возводят через дорогу от жилых домов. Люди говорят, что бурлить будет здесь не только спортивная жизнь. В здании планируют разместить даже салон красоты. Но больше жителей пугает другой факт. Строится теннисный центр на краю оврага. И это всерьез угрожает экологии. В проблеме разбирался мой коллега Дмитрий Ковалев. Пешеходный спуск к Волге. Большой обрыв. Люди говорят, что здесь словно пронесся ураган. Вокруг много поваленных деревьев. Земля постоянно обваливается вниз. С одраганием жители ждут весны и плюсовой температуры. И без того непрочный грунт может разрушиться еще больше. Земля зимой даже уходит, уходит, уходит. А вы приезжаете весной, посмотрите, что будет твориться. Тут летом вообще овраг. За последнее, мы переехали где-то в седьмом году. Вот деревья, которые внизу лежат, это за последние 4-5 лет все оказались. Когда сюда придет тяжелая техника и строители начнут выкапывать котлован, грунт может попросту этого не выдержать, опасаются местные жители. Возвести здесь планируют здание высотой в 4 этажа и вдобавок с подвалом. Во-первых, наши дома пострадают, если будут забивать сваи. Дом построен полтора кирпича и облицованным пенопластом. Уже там трещины появились. Будущие посетители теннисного центра для местных жителей уже сейчас стали нежелательными соседями. Властей и люди уже давно просят о других благах. Говорят, что в их районе катастрофически не хватает парковок для машин и детских площадок. О том, что здесь планируют построить спортивный центр, люди узнали поздно. В ноябре прошлого года напротив их домов появилась вот эта зеленая будка. На площадке уже забили деревянные столбы. Но своего согласия на строительство комплекса жители не давали. Не приглашали их даже на публичные слушания. Известно, что состоялись они четыре года назад. Первоначально были в 2009 году публичные слушания. А у нас, по-нашему, насколько мы знаем, мы несколько раз запрашивали именно регламент проведения публичных слушаний. Но администрация города не предоставляла данный документ. В настоящее время, как были проведены в 2009 году публичные слушания, мы не знаем. В суд была предоставлена только газетная вырезка, что именно жители проголосовали за проведение публичных слушаний. Они ссылаются на то, что в Чебоксарских новостях в 2009 году, в 2009 году, когда еще тут жители не начали жить, да, не переселились, какую-то строчку дали, что будут на Яслюково какой-то центр строить. Даже улицу Яслюково тогда толком представить люди не могли. Табличку повесили где-то, ну вот, где-то, наверное, в 2009-2008 году, да. Жилым домам оползни не угрожают, уверяют в городской администрации. На руках у заказчиков есть все карты. Необходимые экспертизы проведены без нарушений. Документы согласованы. Строители готовы даже укрепить края обрыва. То есть никаких там угроз в то, что овраг уедет, или здание уедет в овраг, или соседние здания будут от этого как-то страдать. Таких угроз нет. Поэтому, как бы, те опасения людей, они немножко не обоснованы. То есть, я не знаю, может, это кем-то специально будируются такие слухи, что есть какая-то опасность. Но у нас государственная экспертиза всегда к этому относится очень довольно-таки щепетильно. Правда, местные жители намерены идти до последнего. Сейчас они судятся с мэрией, но готовы написать письмо даже президенту России. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Александр Петров. Республика.